Привет, друзья! Для многих из нас чиновник – это тот человек, который просто занимает свое место и зачастую бездействует, все время рассказывая о том, как все сложно и насколько порой нереально, что мы, обычные жители, даже себе не можем представить. Проблемы с дорогами – сложно, улучшение инфраструктуры – нет денег, огромное количество мусора у дороги и зловонной свалки – во всем виноваты лишь люди. И, конечно же, не будем кривить душой, в этом все же есть доля правды. Нередко бывает так, что жители города или поселка сами выбрасывают мусор прямо на улицу, тем самым создавая все новые и новые хаотичные помойки. Но если вы думаете, что такое только у нас, тогда вам стоит услышать историю небольшого французского городка в регионе Пикардии, где мэру все же удалось навести порядок, не потратив на это ни фунта. Кристофер Дитрих – молодой, как для чиновника, и амбициозный мужчина, который, в свою очередь, очень любит свой родной город, именно поэтому он и пошел на выборы мэра еще в 2014 году. У него была крайне простая программа – все, что смогу, сделаю. Золотых гор я вам не обещаю, но буду крайне исполнителем во всех вопросах. И таким образом местные жители ему поверили. Еще до того, как Кристофер приступил к своим обязанностям, он уже знал о проблеме, которая давно мучила город и его жителей, а именно – большое количество мусора, которое с каждым годом лишь только росло, а запах разносился на несколько километров по всей округе. Сколько до этого не пытались бороться с этой проблемой, никто так и не смог ее остановить. Во время одной своей прогулки на выходных по лесу вместе с семьей, наслаждаясь чистым воздухом и природой, Кристофер заметил проезжающий мимо него грузовик. И для него все это выглядело очень подозрительно. Мужчину настораживал тот факт, что машина ехала по непроезжей дороге в самой гуще леса. Внезапно на его глазах грузовик остановился и, когда он подошел поближе, чтобы посмотреть, что происходит, был шокирован увиденным. Грузовик выгрузил огромную гору мусора прямо в лесу, и те, кто совершил такой ужасный поступок, вероятнее всего думали, что их никто не увидит, но им явно не повезло. Конечно же, мужчина был крайне возмущен, и для мэра Кристофера Дитриха этот случай стал уже последней каплей, после чего, недолго думая, он решил проучить всех, кто продолжал загрязнять окружающую среду. А чтобы преподнести этим недобросовестным людям урок, мэр решил применить принцип возврата. В тот же вечер он вместе с работником мэрии приехал на грузовике в то место, где и был выброшен мусор. Перелопатив своими руками некоторое количество отходов, Кристофер обнаружил чек и платежные документы, которые указывали на один и тот же адрес. Это навело его на мысль, что именно по этому адресу находятся вредители. Не оставляя на потом, он вместе со своим помощником загрузил весь мусор обратно в грузовик и тем же вечером прибыл под одно заведение. Как оказалось, его догадки подтвердились, ведь увиденная картина указывала на то, что в ресторане шёл ремонт, а большая часть мусора была как раз строительной. Убедившись, что они не ошиблись, уже спустя 10 минут более тонны отходов было выгружено прямо под заведением. И, наверное, стоит отметить, что увиденный мусор возле входа в свой ресторан был для владельца ошеломляющей новостью, после чего он увидел лишь неспешно уезжающий транспорт. И, к слову, это было только начало. Уже за несколько недель таким самым образом было доставлено более трёх десятков грузовиков мусора обратно им владельцам, среди которых были как недобросовестные предприниматели, так и обычные граждане, которые думали, что о них никто не узнает. Кроме того, Кристофер на некоторое время даже расставил сотрудников мэрии и в том числе сам участвовал в операции по обнаружению вредителей. Они записывали номера авто, которые выезжали за город гружёнными и возвращались пустыми. А поскольку город небольшой, по номерам быстро удавалось установить их владельцев, и поджидающий трактор был уже готов загрузить мусор обратно, где спустя всего полчаса владелец такого богатства обнаружила его у себя под забором или дверями. Кроме этого, мэрия выставляла счета за свои услуги трактора и прочих затрат, которые должен был погасить нарушитель. И, как думаю, вы уже поняли, буквально за месяц работы мусор в неположенном месте уже никто не выбрасывал. По городу быстро пошёл слух о работе нового градоначальника, и он разлетелся на всю страну. Да и сам мужчина неоднократно делал заявление о том, что весь мусор был возвращён его законному владельцу. Оставляя мусор в лесу или за городом, люди в скором времени находили его возле своего дома. Конечно же, они изначально удивлялись и даже сердились, некоторые особо умные даже требовали это всё прекратить, ведь, по их мнению, мэр не имеет никакого права так поступать, возвращать мусор им на порог. Но градоначальник всегда на это отвечал с улыбкой. «Я не делаю ничего противозаконного, я просто возвращаю имущество их законным владельцам». В целом жители города поддержали такую идею мужчины, и уже спустя месяц этой проблемой было покончено. Кристофер и его оригинальный подход даже взяли на вооружение чиновники в других городах. Кроме этого, у самого мэра ещё много идей, как улучшить и другие проблемные вопросы в городе. И что-то подсказывает, что он однозначно придумает для этого оригинальное решение. Стоит только подождать. Друзья, а как вам такой поступок мэра? Поддерживаете ли вы его? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось и до скорого. Пока!